Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Что и как нужно делать, что нужно для ПВП, что нужно для ПВЕ Какие стойки используются и какие комбинации на будущее можно использовать И в плане немного коснусь бракеата Извиняюсь На мага существует Давай я сразу задам вопрос Как ты себя, можно сказать, я как страж Я считаю, что все-таки Основная задача стража это танковать данжи Хотя многие могут со мной поспорить Но до определенного уровня Это очень сложно сделать Особенно если обычный игрок Вот у магов, у ДД все-таки Другой есть подход Например, некоторые идут чисто в ПВП Вот они все делают в ПВП полностью И вообще у них даже ПВЕ камней нет Я вот с такими ходил даже в данжи, которые неплохо, кстати, дамажны А некоторые идут чисто в ПВЕ В которых нету совершенно ничего на ПВП Вот, ну, есть, конечно, и универсалы Как ты себя больше позиционируешь в плане Ну, давай, скажем так По десятибальной шкале Как ты себя позиционируешь как ПВП и ПВЕ маг? ПВП, маг, ну Я бы позиционировался 10 из 10 как ПВП маг Если бы здесь было бы много ПВП контента ПВП контента как такового здесь нет Есть только осады, на которых Либо просто зерк Либо просто лагерь И арена есть Но я извиняюсь, но арены 1 на 1 нету Поэтому выяснить там, кто лучший маг И как я могу ПВПшиться Это такое Только если дуэль Арена 3 на 3, в принципе, сводится к тому Что ты попадаешь либо на рыцарей, либо на ганнеров Которые мага изничтожают Все, в принципе, БГ БГ это тот же самый зерк Особо там скиллом не поблечешь Но если бы был бы ПВП контент хороший Действительно хороший ПВП контент То я уверен, что я спокойно Руки позволяют 9 из 10 100% В плане ПВП Ну да Олимпиада с линейки до сих пор еще нигде не реализована была Ладно, ну а в ПВЕ? В ПВЕ 10 из 10 То есть ты вносишь хороший урон И, соответственно, жалоб никаких нету Выживаешь на босса, да? Ну, я могу сказать, что на сервере Именно на Крайтасе Людей, которые там могут меня передамажить Их действительно вообще единицы Вот, и из магов Ну, 2-3 мага, которые, я думаю, что Играет лучше, чем я На Крайтасе Отлично Ну, в общем, так что Те, кто смотрят, можете Взять какие-то действительно Хорошие советы, может быть, на заметку И попробовать хотя бы повторить сначала А дальше уже, может быть, даже что-то усиленшенствовать Потому что Ну, вы, конечно, можете в комментариях Написать опровержение Но если человек настолько утверждает Значит, у него есть какие-то поводы и причины Ну, ладно Давай перейдем Уже Давай так Я тебе дам слово И ты можешь рассказать Вот, как ты хочешь рассказать про мага Чтобы немножко по-другому сделаем Это Никак с Белой Хорошо В общем Расскажу сначала про ПВЕ-контент И что нужно делать для ПВЕ-контента Какие нужно Что нужно раскачивать Куда кидать характеристики И к чему, в принципе, стремиться ПВЕ-контент за мага И в этой игре именно сводится к тому Что любой данж, любая тычка Маг умер То есть прокачивать, к примеру, силу духа Выносливость Это можно Но смысла как такового Ну, особо нет для ПВЕ Потому что В машинариуме ты будешь умирать В бастионе на 3-4 звездах ты будешь умирать В хп 5 звезд ты будешь умирать В зеркало дал прокаст Ты умрешь И так далее То есть Тут сводится игра к тому Что если тебе нужен прокаст И тебе нужно понимание того Что ты должен прыгать Два раза на кнопку нажал Чтобы просто не умереть Поэтому Основные характеристики Которые ты должен закидывать Это интеллект и ловкость Ловкость обязательно Обязательно у мага должна быть 100 плюс И интеллект тоже самое Должен быть там 200-220 плюс Это основные характеристики Которые дают магу прирост к урону В шмоте должны роляться В основном Вот как у меня, к примеру Крит урон Максимальная сила заклинания И игнорирование сопротивления Там кто-то может сказать Мол, игнорирование сопротивления Магу не нужно Но с каждым уровнем Мобов те же самых У них растет и защита И сопротивление И игнорирование Оно как бы Нужно по-любому Для ПВЕ Для ПВП Могу сразу наперед сказать Что в игнорировании Ролять очень трудно В тех же самых шмотках За синтез его Мало Нужно крафтить Чтобы крафтить Это нужны деньги Это нужно донатить Донатить я не хочу И поэтому Кидаю в синтез все И Единственный вариант Откуда получать К примеру То же самое Игнорирование Это либо там С доп. пухи Крафт Либо на дополнительных статах Там когда там На плюс 9 На плюс 5 И плюс 13 Дополнительные статы И их нужно в основном В приоритет ставить То что должны Роляться игнорирование И крит урон Игнорирование У мага Вообще Планка идеальная Которая должна быть По игнорированию Сопротивления Это 1500 Это идеальная Да 1500 Это идеальная Планка Куда нужно Вот стремиться Это То есть Им если довести До этой планки Дальше тоже Дальше уже будет Более легче Потому что И в ПВЕ И в ПВП Сопротивление растет А игнорирование Не растет Крит урон Точно так же Крит урон Нужно доводить Примерно До 1500 Точно так же Чтобы Опять таки И в ПВЕ Точнее Крит урон И ловкость Нужна только Для ПВЕ Секундочку Я извини Перебью Вот 1500 Почему именно Такая цифра То есть Почему не там 1200 Не 1800 Ну или Может быть Это Загранифан В общем Нельзя уж Такое достичь Или слишком мало То есть Поясни Ну 1500 Это именно Процентаж То есть Есть определенный Процентаж Который Ты можешь Обойти И у меня К примеру Сейчас 920 Игнорирование И это Всего лишь 23 Процента И 1500 Где-то Будут давать Около 40 Процентов 50 Что-то В этом Роде Я Я уверен Что 40% Как минимум Надо Вот Это Мое Личное Наблюдение Что Именно 40% Нужно Ну В любом Случае В шмотках Нужно Ролять Игнорирование Потому что Даже если ПВЕ Оно Вам не Нужно Будет Все равно Оно Понадобится Для ПВП В определенный Момент Магу Просто Ну Не будет Хватать Урона В ПВЕ К примеру На Крайтесе Если люди Особо Не одеты То На Атоме На том же Самом Людей Которые Одеты Очень много И Магу Их Пробивать Реально Трудно То есть ПВП Ну Я думаю Понимаю Извини Хорошо А вот Давай Крит Удар Или Крит Урон Что Лучше Магу Вот Как ты Считаешь Я Еще раз говорю Я вот Со стражем Когда разговаривал С Факинг Белкой Я соответственно Тоже упомянул Этот момент Что Был какой-то Разговор Что Маги Какой-то Маг Критует По 10 тысяч Сопротивления По танку На 20 тысяч Потому что У него Крит Урон Не очень сильно Прокачан Но у него Прокачан Крит Удар И Обход Сопротивления То есть Он критует Часто И вот По таким уронам Из-за обхода Сопротивления Или же Все-таки Крит урон Ну в общем Давай так Сколько нужно Крит урона И сколько Нужно Крит удара Во что Ты В дальнейшем Пойдешь Потому что Ну Совместить Эти два Показателя Мне кажется Проблематично Ну и Я понял Да Я понял Про какого Мага Говорил Вот И Крит удар Это я Это я Говорил Это я Историю А Тут тоже Самое Есть Маг Довольно Такие Направление В общем Крит урон Магу Как таковой Не нужен То есть Это просто Добавление К твоему Криту К цифрам Которые тебе Дает Крит урон Ну то есть Крит удар Тебе Дает возможность Больше наносить Критического удара То есть Более лучше Качать Именно Крит удар Потому что Более высокий шанс Того что у тебя Крит урон Крит урон Просто Отдает Именно К этим цифрам Которые у тебя Кританули Дополнительный Урон Лучше Чтобы ты Больше Критовал Чем Просто Ты будешь Критовать Один из десяти Ударов И при этом У тебя Этот один удар Просто будет Чуть больше То есть Чаще Чаще Ты будешь Чаще Крит удар Чаще Ты будешь Критовать К примеру Ну Пять из десяти А Крит урон Просто Тебе даст Один из десяти И Дамаг Который Ты нанесешь При Крит ударе Будет Больше Потому что Пять Крит ударов Крит Критических Ударов Будет Намного Больше Чем Один Тот же Самый Все Это Банальные Цифры И поэтому Крит удар Именно Магу Просто Обязателен Вкачивание В том же Самом Пвп В том же Самом Пве Пве Просто У мага В Электроне В этом Стойке Молнии Абсолютно Все Скиллы Дамажущие Они Ну Почти все Основной Контент Сейчас На могу Я Даже Покажу Так Чтобы Его Не Убить То Есть К примеру Та же Самая Молния Она Периодический Урон Дает И Каждый Периодический Удар Дает Критический То Есть Там Идет Периодические Удары Каждый Из них Наносятся Критический Урон Каждый Или Я По Шкале Виде Там Наносится Периодический Урон Вот Тычки периодические. И чем больше у тебя крит удара, тем больше шанс того, что эти периодические тычки будут наносить критический удар. В этом смысле. А вот тогда еще такой вопрос. Я когда в линейку играл давно, там был такой момент, что были такие классы, как темный лучник и светлый лучник. Отличались они тем, что у светлого лучника был шанс крита намного выше шанс крита, а у темного лучника сила крита. И все, кто играли, знают, что при одинаковых примерных сборках темный лучник всегда побеждал, потому что светлый он мог, конечно, много раз выстрелить быстрее, но темный лучник одним ударом мог просто убить, ваншотить. То есть, как ты думаешь в теории, в дальнейшем, будет ли такое же здесь? То есть, например, с магом, если сравнивать, насколько ему получится так, что настолько все будут забущены за дефоны, что маг просто вот за счет своей чистоты критов он не сможет никого убить, и им придется ролить, соответственно, все статы на крит урон, чтобы как можно сильнее криты проходили, даже если они не такие частные. Я понял, о чем ты, но тебе придется ролять игнорирование сопротивления, потому что сопротивления будет чересчур много, и большинство, те же самые ганнеры, они просто будут уходить сопротивление. То есть, ну, скорее всего, ганнеры будут вырезать все, и просто там против магического урона у них будет серьги и так далее в плане на сопротивление. Тебе нужно будет игнорирование. А тычка у мага увеличивается еще из верхней планки силы заклинания. Поэтому как бы твой ДПС увеличивается с верхней планки скорее. Не с крит урона, а именно с верхней планки. Ясно. Ну, то есть крит удар и верхнюю планку своего урона. Да, да. Именно крит удар и верхняя планка. То есть, ну, и в шмотках ролять нужно верхнюю планку, и в шмотках нужно ролять крит удар. То есть то же самое интеллект и ловкость. Вот две характеристики, которые надо прокачивать, и два стата, которые надо прокачивать, и в шмотках пытаться поймать еще игнорирование сопротивления. Только три из этого всего, из всех характеристик, но при этом их очень трудно поймать и очень трудно потом с этим совсем играть. Потому что в ПВЕ-контенте ты можешь наносить уйму урона, но ты все равно будешь умирать. В любом случае. Но главное, магу все-таки как ДПС классу, как ДД классу, ему нужен именно урон. И эти характеристики дает именно этот урон. Ну давай вернемся к характеристикам еще. Сколько у тебя силы духа и выносливости? Силы духа белыми, которые прокачаны 62, и выносливости тоже 62. За счет шмота 52 силы духа и 40 выносливости добавляется еще. То есть получилось интеллекты и ловкости? Ловкости у меня 111, от шмота еще 10 добавляется. в итоге получилось как? У меня в итоге и силы духа, и ловкость, и выносливость равны от шмота. Но весь шмот, почему я ловкость качаю? Если бы у меня шмот давал бы ловкость, я бы конечно же качал бы какой-нибудь интеллект или выносливость. Но могу шмотки на ловкость не падают. И тебе нужно прокачивать именно из-за этого ловкость. То есть можно было вообще упереться в ловкость, но не знаю. Я настроил именно раскидку характеристик просто под себя. Вот как я понял класс, как я почувствовал героя, я именно таким образом и раскидал характеристик. Ну ладно. В принципе понятно. То есть ловкость, поскольку не прокачивается, нужно ее вырылить, ее нужно прокачивать чуть побольше, но в остальном все упирать в критические удары, игнорируем сопротивление, интеллект, ну и соответственно дамажит, дамажит, дамажит. Ладно. Давай тогда сейчас, ну вот я например начал играть магом вообще, купил НРД третий, начал играть магом, понял, что я слишком ленивый, чтобы все это изучать и менять всякие стойки, и поэтому решил поиграть танком, где можно заагрить и ничего не делать, смотреть киношки. И расскажи пожалуйста про стойки. Чем они отличаются, какие умения лучше использовать с какой стойкой, ну и другие моменты. Хорошо, в общем, мага три стойки, молния направлена и только на ПВЕ контент, в плане ПВП можно там сказать, что на саде закинуть молнию именно в толпу, и пусть она там критует, закинуть серикен в толпу и пусть он там критует. Это в принципе сейчас на таких уровнях это можно делать, и магу это простительно. В ПВЕ контенте только молния, ничего другого, огонь урона не дает, огонь это стойка, которая точечная, для точечных целях, каком-нибудь там ПВП, когда ты хочешь быстро забустить урон, кого-нибудь быстро убить, да, молния это именно огонь это именно та стойка, то есть огонь существует для быстрого нанесения дамага по точечным целям, не по массе, а именно по точечным целям. Дальше идет лед, лед это только ПВП стойка, и в ПВП на каком-нибудь 79 уровне, как я разговариваю с магом одним, тоже хорошим, просто пришли к такому мнению, что на той же самой осаде лед и маг 79 будет расконтроливать примерно где-то полрейда. Рукастый маг, который понимает, что и как делать с правильно прокачанными глифами на лед, на контроль, может контролить около 20 людей. Вот примерно такая вещь может случиться на 79 уровне с прокачанными со всеми клифами в лед. В плане, это в плане стойк, вот все в принципе, то есть молния это ПВЕ, огонь точечный ПВП, лед это осады, это контроль, это основная стойка, которой надо стремиться для ПВП и для ПВП того же самого мага делать, именно ориентируясь на лед и на контроль, то есть делать контроль класс, не ДД класс, из мага ДД, не знаю, если брать мага, который хорошо одет, если брать другие классы, которые хорошо одеты, маг их не забустит, их убивать будут ганеры, их убивать будут рыцари, но никак не маг, маг там такого жесткого прокаста, я просто не знаю, я магов наверное таких не видел, которые там какого-нибудь хила могут с прокаста с одного хорошего хила, который там заточенный, прокачанный, маг его не сможет забустить. Ну ладно, это понятно, маги больше такие, не то что саппорт ДД, но соло не всех могут разложить, но как я считаю, никого они не могут разложить, соло я вот еще один аспект, один на один пвп, маг ни один класс не сможет развалить, вы сможете магом убить какой-нибудь класс, если там какой-нибудь из одного места у человека руки растут, вот тогда маг переточенный, перекачанный сможет какого-нибудь одного убить, потому что в пвп с рыцарями шансов нету, у рыцарей сокращение дистанции, станки, контроля, выход из контроля, у ганнеров то же самое, у танков управленных, которые там сначала прыгают, контролят, потом, если маг отпрыгивает, он его стягивает и так дальше, тоже контроля хватает, хилау не забустит, хилау вообще трогать можно, то же самое можно и сказать и по поводу жнецов в принципе никакого другого класса остается по-моему, все в принципе, в плане один на один пвп, маг ну, такой себе класс, то есть это скорее масса пвп. Ну ладно, это давай еще один вопрос по стихиям, какие скиллы относятся к стихиям, вот ты меняешь стихию и на какие скиллы это влияет? Три скилла, которые меняются в зависимости от стихии, ну, вообще их четыре, даже я могу сказать их пять, но три скилла, которые вот основные, которые от стихии именно зависят, я сейчас покажу, к примеру, в стихии молнии это грозовое облако, или как оно там, да, шаровая молния, вот, ты дважды нажимаешь, один раз, если ты нажимаешь, то ты просто кидаешь его как какой-нибудь огненный шар, два раза нажимаешь, оно становится то же самое, что и сюрикен, то есть ты кидаешь, и она по области будет действовать, как и сюрикен, потом в стойке огня существует еще огненный шар, ты один раскидаешь, второй раскидаешь, то есть удвоение идет туда, и в ледяной стойке точно так же сапожек, который ты один раскидаешь, второй раскидаешь, удвоение удар потом то есть если что извини если стойку это не поставить значит удвоение удара не будет да если стойку не поставить то к примеру если ты в огненной стойке у тебя не будет удвоение шаровой молнии не будет удвоение сапожика но будет удвоение огненного шар и в зависимости от стойки точно так же у тебя меняется авто атака в зависимости от стойки у тебя точно так Так же меняется и гнев стихий, то есть, к примеру, в льде это будет контроль на области, в огне это будет молниеносный прокаст по области, и в молнии это тоже будет определенный прокаст по области, который наносит периодический удар. Это вот гнева стихий. Точно так же и автоатаки меняются, то есть, в стихии льда автоатака, она как бы, по-моему, сейчас скажу точно, она, по-моему, замедляет, вот, в стихии огня она больше наносит урона точечной цели, игнорируя при этом сопротивление. В стихии молнии это можно даже прокачать в стихии молнии, чтобы она по области била. И точно такой же, вот, в плане ПВЕ контента, оно особо не нужно, но тоже может вдруг пригодиться потом. Вот. Ну, понятно, ну да, я тоже проверил сейчас, то есть, с разными стойками, скилы некоторые используются дважды, а некоторые, ну, соответственно, с неправильной стойкой один раз. Окей. Есть какие-нибудь, ну, давай, перейдем к лифам. А, я, я, я еще не рассказал по поводу ПВП стоек и вот ПВП характеристик. Давай. ПВП характеристики. В общем, если, я пришел к такому выводу, что если использовать там какую-нибудь стойку именно для огня, то характеристики, которые там будут использоваться, они, в принципе, наверное, даже подойдут, которые и для ПВЕ ты используешь. То есть, для ПВЕ интеллект ловкость и то же самое, наверное, и для огня. А вот для льда совершенно другое. Для льда тебе понадобятся три характеристики. Для льда тебе нужна выживаемость, так как ты становишься не дэшером, а контроль, то и для контроля тебе нужна выживаемость и тебе нужен, ну, урон стабильный, но в основном выживаемость именно. То есть, это сила духа прокачивается, прокачивается выносливость. Ты должен в ПВП стойке, когда ты переходишь на контроль, ты должен прокачивать силу духа и выносливость. И еще интеллект. Ну, интеллект, понятное дело, кидать до 200, а остальное раскидывать выносливость и силу духа. Вот, в плане характеристик, которые нужны для ПВП. Все, в принципе. Ясно, да. То есть, ну, это в ледяной стойке, в первую очередь, чтобы ты выживал, контролировал и, может сказать, изматывал соперника и постепенно его убивал. Особенно 1 на 1 или 1 на 2. Да, да. И 1 на 1, и 2 на 2, и 3 на 3, и 5 на 5. И, не знаю, там, рейд на рейд и то же самое и с Адрием. Именно такая раскидка в плане контроля. Просто мастхэв, как по мне. Давай тогда раз ПВП затронули позиционирование мага. Вот, ну, вообще позиционирование, в принципе, во всех играх особенно страдает. Ну, в таких данжах то же самое страдает всяким машинарием, когда доходишь, или даже в бастион. Очень тяжело с этим навыком. И как в ПВП должен лучше всего двигаться маг? То есть, стоять за всеми, или, может быть, сбоку, или, может быть, в толпе, или, там, врываться, носить урон, отходить? То есть, вот, как лучше всего ему двигаться? Лучше всего, конечно же, аккуратно, потому что ты просто умираешь. Вот и все. То есть, грамотная игра, ну, я не знаю, что, в принципе, там, говорить. То есть, когда человек знает, как играть за магу, он, в принципе, понимает такие аспекты. Но, если примерно рассказывать то, как надо двигаться, то, к примеру, в масс-файтах ты, конечно же, должен там стоять за танками. Ну, это всех ДД касается. И должен обязательно кайтить. То есть, если там арена 3 на 3, то же самое, то маг вот должен двигаться, он должен быть в движении. Он не должен, его, если начинают ассистить, он быстро умирает. Используешь ледяную статую, ты мгновенно после того, как ты ее использовал, сразу же умираешь. Потому что выхода из контроля у тебя нет. У тебя два выхода из контроля. Один — это блинк, второй — это статуя. То есть, и у одного скилла, и у другого скилла. Большое КД. То есть, там у одного скилла, там, 20 секунд. Ну, можно довести до 20 секунд. Ну, вообще 40. У ледяной статуи, вот у меня, по-моему, 49 секунд. У блинка у меня 26 секунд КД. То есть, ну, к тому же самому танку или рыцарю, когда он на тебя нападает, расконтролить вариант. То есть, тебе надо двигаться. Тебе надо вообще на дистанции держаться. В плане с ганнерами, ну, можно сразу там гробик где-нибудь приготовить, потому что ганнер — такой класс, который мага убивает в любом случае. Ну, я говорю про ганнеров, которые умеют играть, естественно. Ну, давай тогда чуть-чуть уточню, чтобы было попроще. Вот, ну, два варианта. Либо магу постоянно кайтить, либо магу постоянно, например, копить на ульта, потом врываться, заливать все там МП, как в некоторых играх говорят, и после этого уже снова копить это МП. Ну, и, соответственно, откат скиллов ждать. Ну, магу можно делать все это одновременно, потому что скиллы можно наносить в движении. То есть, ты можешь двигаться, кидать скиллы. То есть, у мага три скилла, которые накапливают ему этот цветочек, три скилла, которые дают ему ярость. И все эти три скилла можно кидать в движении. Единственный скилл, который дает ему вот такой вот прокаст, не в движении именно, а вот именно вот прокаст. То есть, ему, у него, я три скилла знаю, которые вот долго кастуются. Ну, определенно долго. Это меч. Вот, то есть, вот этот прокаст. Ты должен остановиться, ударь. Вот. Но он как, если ты двигаешься, если ты пытаешься расконтролить, то там оно придет само. А остальные скиллы, тот же самый цветочек, он накапливается. Накапливается в плане, ты бегаешь, кидаешь молнию, кидаешь сапожек, кидаешь огненный шар тот же самый. Вот. И это все можно делать в движении. То есть, ты можешь не останавливаться. Тогда я немножко уточню. Вот, например, возьмем, допустим, ну, возьмем пвп 3 на 3, допустим. Стоит ли магу, например, по кд вливать абсолютно все скиллы? Вот, отхотелся, он его вливает. При этом он, допустим, не убьет человека. Или же просто накапливать ярость, а потом остановиться и влить вот только в этот момент абсолютно все скиллы. То есть, чтобы у всех скиллов самых сильных был откат. И он, соответственно, вливает и, скорее всего, цель умирает. Есть. Либо постоянно вот бегать, кастовать. Вот, допустим, у него там шакрам откатился, он у кастанул. Откатились вот эти копии, он тоже кастанул. То есть, вот, ну, как бы, может быть, он не будет убивать за один проказ цель, вот, за один скилл. Но, вроде, какой-то урон вносит. Ну, пвп 3 на 3 такой расплывчатый. Просто потому, что... Хорошо, вот в плане массы, пвп, массы, пвп ты можешь остановиться, давать прокасты и надеяться на то, что ты там кого-то убьешь. Если ты видишь, что ты можешь кого-то убить, то давай прокасты. Если ты видишь, что тебя начинают ассистить, то нужно отходить и делать именно то, что ты говоришь. То есть, если тебя не ассистят, то ты должен прокаст давать. Если тебя начинают ассистить, то ты, конечно же, должен уходить, потому что макс сразу же умирает. То есть видишь то, что цель, к примеру, быстро умирает, ты там должен переходить на какой-нибудь огонь и пытаться ее задавить. Если ты видишь то, что цель толстая и ты не можешь ее как-то убить, нанести определенный урон, который 100% ее убьет, то лучше, наверное, точно переходить на контроль и пытаться ее расконтролить. Потому что переходя к тем же самым ганнерам, переходя к тем же самым рицарям, есть такие, которых реально очень трудно убить. Они переточены, заточены, и их легче расконтролить, если там тот же самый PvP 3х3, твои ассистенты, компаньоны должны заняться другими целями, пока ты контролишь определенную цель. Контролить маг может. Контролить милищника маг может и может это делать спокойно, в принципе, на этих уровнях, естественно. Если можешь убить цель, то, конечно же, нужно давать прокаст. Конечно же, надо убивать эту цель. То есть у мага, если прокачивать КД, то у него КД на определенные скиллы становятся мизерным. Ну, не мизерным, но можно сказать, что допустимым. Вот. И с этими скиллами, в принципе, можно что-то уже делать. То есть прокаст у него есть, и определенную цель зафокусить он может. Ну, ладно, я все понял, чтобы, извините, не затягивать. Ну, в общем, если может, то есть давай немножко итог. Я понимаю, что подведем, как не очень хороший маг, который бросил его, кинул в начале игры, что если тебя не бьют, можно вносить. Если тебя бьют, надо лучше отойти, чтобы тебя не убили, чтобы ты потом смог нанести удар. Да, да. Именно таким образом надо играть. Окей. Давай перейдем к глифам. Ну, если у тебя есть какие-то еще предложения, ты скажи. В принципе, самое, мне кажется, интересное это глифы, потому что я вот, например, недавно ходил, позапрошлой, по-моему, неделе, в машинариум на одну звезду. И там был жнец, у которого стояли почти ПВП-камни с ПВП-экипировкой. И он передамаживал в два раза магов, у которых стояли ПВП-камни с ПВП-экипировкой. И, соответственно, вроде они... Экипировка одинаковая, даже у мага посильнее, но вот как-то он недамажен. Насколько влияют глифы, правильный их выбор на урон мага? Сколько он повышается? Какие глифы обязательно ставят? Ну, по поводу того, что ты сказал, то это плохие маги, которые там были. Глифы абсолютно, вот на 100%, правильная раскидка глифов, правильный прокаст от мага, это его основной урон. Если все правильно делать, урон будет хороший. Я бы сказал то, что он очень хороший. Вариант, при котором мага передамаживал жнец с ПВП-глифами, ну, я не знаю, это действительно... Есть жнецы, глифы, не знаю, но ко мне нашли. Но жнецы много урона наносят, но мага они не передамаживают. Они где-то вот близко, но маг должен их всегда передамаживать. Это, я не знаю, в каком там... Может быть, ДПС у них примерно одинаковый, но в итоге нанесенный урон у мага обязательно должен быть больше. Вот так, по поводу глифов и какие нужно. У меня сменилось немножко персонаж, чтобы я показывал глифы, так что пауза была и мы продолжаем. И давай расскажи про... Ну, давай начало ПВЕ. ПВЕ-контент, потому что действительно, вот до этого, пока я менял персонажа, говорили. И вообще, в принципе, очень плачевно часто бывает с магами, потому что много скиллов, многие не меняют глифы. Вот они стоят, допустим, под ПВП, и они их не поменяли по ПВЕ. Они даже наверняка у них нету такого билда, поэтому... Какие надо глифы ставить под ПВЕ, чтобы у тебя повышался урон или был на определенном уровне? Ну, вот изначально просто скажу, какие скиллы нужно просто прокачивать, какие вообще на единичках оставлять. Я прокачал все скиллы, кроме звездопада и кроме обледенения. В идеале, то есть если у вас там есть какие-то характеристики, но вы не можете все скиллы прокачать, нужно обязательно эти характеристики раскидывать именно на оружие разума, именно на гнев стихий, на выбор стихий и на озарение. Просто потому, что максимальный ДПС, к примеру, с максимумом ДПС, вот моментальный и просто урон, который ты там можешь выдать, дает тебе оружие разума. Это основной скилл у мага. Он просто обязателен, его обязательно прокачивать. Он дает больше всего прирост. То же самое я могу сказать и про выбор стихий. Каждый раз, когда ты его прокачиваешь, у тебя дается дополнительная сила заклинания. И то же самое с гневом стихий, то есть и с озарением то же самое. Эти четыре скилла дают максимальный прирост к урону. То есть если не прокачено, то их нужно прокачивать. Это обязательные скиллы. Потом, в плане глифов, опять-таки, именно эти четыре скилла нужно не обходить стороной, а прокачивать, ну, желательно полностью. Если там, к примеру, вот у меня 42 глифа, я в обязательном порядке прокачал оружие разума глифы. То есть я его все прокачал, кроме нижней строчки, нижняя строчка для PvP-контента. Для PvE и урон, то есть первая строчка полностью прокачана. Дополнительный урон, да, у тебя стан уходит, но стан для PvE не нужен, тебе нужен прокаст. 80% дополнительного урона, это как бы не хухрей-мухрей. Это действительно нужная вещь. То же самое могу сказать и про вторую строчку, 15% прокаста. То же самое могу сказать и про третью строчку. Третья строчка дает дополнительно ярость, ярость как бы тоже дает определенный прокаст, воронку. И КД, КД на оружие разума. Чем меньше КД, тем больше раз ты можешь его кинуть. Собственно, тем больше урона, там, к примеру, за минуту. Ты можешь кинуть, там, этот меч 5 раз. Если ты прокачал его КД, ты можешь, там, его 6 раз кинуть. А это дополнительный урон. Точно так же могу сказать и про озарение. Озарение я проверял, я его тестил. Первая строчка полностью, первая строчка, второй глиф, как именно он работает. У мага в характеристиках есть сила заклинания. И когда на нее наводишь, есть базовое значение. Базовое значение увеличивается, когда у тебя увеличивается уровень. И именно к этим зеленым статам, которые даются, озарение дает дополнительный баф. То есть без этого бафа, у тебя там, без прокаченного этого бафа, у тебя, к примеру, будет, ну, 1100 силы заклинания максимально. С бафом прокаченного у тебя будет 1200. То есть это уже 100 дополнительных силы заклинания белой. Это действительно... То есть процентаж растет и растет с уровнем. Потом, второй скилл, который нужно прокачивать, это гнев стихий. Гнев стихий, вторая строчка. Полностью, обязательно, обязательно нужно. И это как бы дает комбинацию. Вторая строчка, второй скилл дает комбинацию. То есть вы наносите 33%. Если вы кинули сначала оружие разума, и после этого вы кинули гнев стихий, дополнительно 21%. То есть прокаст каким должен быть? Дается оружие разума, после этого дается гнев стихий. И это очень высокий урон ДПС. То есть не гнев стихий и оружие разума после этого, а оружие разума, гнев стихий. Дополнительно 21% урона. Проказ должен быть именно таким. Вы очень много урона теряете, если в такой комбинации не кидаете. Потом выбор стихий. Выбор стихий, первая строчка, первый глиф полностью прокачивать. Вторая строчка, второй глиф полностью прокачивать. Есть вторая строчка, второй скилл, который локализаторы неправильно перевели. Локализаторы написали, что урон идет в процентаже. Но урон идет не в процентаже. Урон даже может быть и в процентаже. Но не столько, сколько они написали. То есть они вообще дикую вещь написали. То есть сила заклинания в стойке молнии на 40%. Такого не может быть. Оно добавляет около... Ну, то же самое в белых глифах. Оно дополнительно добавляет силы заклинания в процентах. Где-то 3 или 4% от белой силы заклинания, от базового значения. Урон как таковой он добавляет только для автоатаки какой-нибудь. То есть я тестил и тестил на кукле свой ДПС. С этим глифом и без этого глифа. С этим глифом я наношу там 80 тысяч в секунду. Без этого глифа я наношу 79 тысяч в секунду. Вот цифры где-то так рассчитаны. То есть это не 40%. Это можно просто для себя вбить голову, что это просто на 40 единиц прибавляется. В стойке молнии. Как и брактиат, да? Как и брактиат. Вот примерно такое. То есть неправильно переведенный скилл. Все люди, которые думают, что это на 40%, убедительная просьба, пойдите потестить этот скилл. И не надо потом писать, мол, это бешено добавляет вам урон. То есть были такие уже случаи, с которыми людьми я общался. И они говорили, что процентажи даются. Именно в таком, как написано. Но это не так. Были такие знакомые, извини, когда этот скилл добавит 70%, этот 40%, этот 50%, этот еще 80%. Думаю, нефига себе, сколько у вас там процентов. А в итоге у него ДПС повысился на 5% в сумме. Это неправильный перевод. Мыло неправильно все переведем. Это все неправильно. Потом, что еще нужно прокачивать, это огненный шар. Первая строчка, первый скилл. Вторая строчка, первый скилл. Это в обязательном порядке. И уже не в обязательном. То есть я сказал, что нужно в обязательном порядке. Это огненный шар. Первая строчка, первый скилл. Вторая строчка, первый скилл. Выбор стихий. Первая строчка, первый скилл. Вторая строчка, первый скилл. Так далее, там гнев, стихи, вторая строчка полностью, оружие разума, все, кроме нижней строчки, и озарение, верхняя строчка. Именно только это в обязательном порядке, то есть в обязательном порядке магу нужно именно это прокачивать. Ничего другого, то есть если есть возможность прокачать именно эти глифы, именно эти строчки, нужно их прокачивать. Потому что основной урон именно с этого наносится в необязательном порядке. И то, над чем я в принципе сейчас думаю, это вот когда ты раскидал все глифы на обязательные, и у тебя остаются дополнительные глифы, там возникает вопрос уже в том, стоит ли прокачивать глифы, которые дают тебе определенные КД на скиллы. Есть несколько строчек, вот я, к примеру, за имение лишним прокачал тот же самый скилл, который написан на 40% в выборе стихий, просто для того, чтобы, но он прибавляет урон, я его и прокачал. Дальше прокачивается, в принципе, уже по выбору можно прокачать огненный шар. Огненный шар в плане добавления, в плане третья строчка и полностью третью строчку. Уже по выбору, потому что есть выбор между тем, чтобы прокачивать огненный шар на КД, или прокачивать гнев стихий на КД. Но я склоняюсь к тому, что огненный шар нужно прокачивать на КД, потому что он дает тебе дополнительную ярость. А для того, чтобы его кастовать, тебе не нужен полный цветочек. То есть гнев стихий ты можешь прокачивать только тогда, когда у тебя есть полный цветочек. А огненный шар как раз-таки добавляет тебе цветки. То есть тебе нужны три скилла, которые добавляют тебе цветочек для прокача. Эти три скилла — это огненный шар, шаровая молния и сапожи. Когда ты ей даёшь этот прокач, ты можешь дать сразу же гнев стихий. И выбор у меня пал на огненный шар, потому что чем больше я его даю, тем больше у меня накапливается цветка на стройке, и тем больше скиллов я могу кинуть. Если я прокачаю выбор, если я прокачаю гнев стихий, то, во-первых, да, у тебя будет меньше КД, но у тебя всё так же будет проблема с настройкой, у тебя всё так же будет проблема с цветком. Тебе всё равно нужно будет кидать огненный шар, тебе всё равно нужно будет кидать шаровую молнию и сапожек, чтобы накопить на него. У тебя будет прибавляться ярость, но у тебя ярость прибавляется с прокаченным мечом. То есть если ты прокачал меч, ярости у тебя хватает на то, чтобы кинуть воронку. Если ты прокачал гнев стихий, не факт, что у тебя просто на гнев стихий будет хватать ярости. Огненный шар же даёт тебе КД на него, и ты его просто чаще сможешь кидать. Чаще кидаешь, чаще повышается настройка, чаще сможешь кидать и сюрикен, и гнев стихий. Чем чаще ты даёшь скиллы, тем больше урона в итоге у тебя получается. Вот. И ещё, что можно прокачивать, это автоатака. Автоатака на урон, это вторая строчка первых скиллов. И третья строчка первых скиллов. Ярость, да? Да, да, да. То есть, ну это уже по выбору. В основном, как бы, выбор у меня падает, вот глифов до сих пор не хватает, то есть у меня прокачан огненный шар, но не прокачан гнев стихий. То есть если есть, к примеру, глифы, то лучше как бы тратить их на третью строчку в гневе. То есть в идеале у мага, вот у меня 42, мне ещё не хватает 5. 5 не хватает, нет, мне не хватает 3. Вот мне не хватает сейчас ровно 3. Потому что я не могу себе прокачать именно КД. То есть КД на огне в стихии. 45 глифов в обязательном порядке для мага. То есть вот эти, давай я их сам прокомментирую. То есть, так, начнём. Выбор стихий, вторая строчка, первые два. Да? Обязательный. Первая строчка, первый скилл именно. А, первая строчка, первый скилл, да? Вторая строчка. Первая строчка, второй скилл, правильно? Да. А нет, это огня, игнорирование, сопротивление. То есть это нам не нужно. Нам нужно... Нет, ты про гнев стихий говоришь сейчас? Нет, про выбор стихий. То есть, первая строчка, первый, вторая строчка, первый скилл. И, может быть, ещё вторая строчка, второй. То есть вот эти три. Да. Гнев стихий, вторую строчку качаем. Кроме последнего, да? Как я понимаю, кроме настойки. Так, нет. Ну, если... Я могу сейчас, в принципе, сказать, что для 70 плюс контента, то есть вот это для 70 плюс, ну, для 79-го. Я могу и это, в принципе, сейчас как бы рассказать, но я думаю, люди, которые вот докачаются до 79-го, они, в принципе, хоть что-то додолжны будут уже знать. Я могу рассказать. Кстати, у нас инфа проскакивала, что если у тебя 79-й уровень и 100%, то ты можешь использовать 80-е банки без какого-либо штрафа. Ничего себе. Да. Так, ну, кстати, на Тейси надо проверить, исправили это или нет, но потому что у меня там есть вроде 100% персонаж. Надо будет посмотреть. Так, озарение. Это... Так, первая строчка, второй, да? Или всю строчку. Всю, 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 всю первую строчку. И оружие разума первые три строчки. Да. Вот это основные... Основная комбинация. Да. То есть... Ну, а дальше уже идет, в первую очередь, это КД, уменьшение кауддауна, чтобы чаще кастовать скиллы. Шаровая молния. Тут вообще... Тоже вторая строчка, наверное, первый скил. Шаровая молния? Первый скил. Я не говорю про шаровую молнию. Ее нужно вообще, как бы, это обязательный скилл, или это все-таки идет уже после КД, вот после того, как все прокачаны откаты. В плане шаровой молнии... Это настолько спорный скилл, просто потому, что тебе нужно... То есть, какой идет вообще, в принципе, прокасту шаровой молнии? Ты должен сначала кинуть меч, оружие разума, под меч ты должен успеть дать определенный прокаст. То есть, если, к примеру, я говорю про ситуацию, в которой у тебя нет настройки, то есть вот этого цветка. Если у тебя нет этой настройки, то ты даешь оружие разума, потом после оружия разума ты кидаешь огненный шар. После огненного шара ты кидаешь шаровую молнию и сразу же сапожек. И после сапожка ты кидаешь сразу же гнев стихий. И после гнева стихий ты должен успеть нажать шаровую молнию. Почему ты должен успеть нажать шаровую молнию? Потому что шаровая молния дает... То есть, если ты один раз нажал, это как бы точечный скилл будет. Он не будет как сюрикен. То есть сюрикен ты кидаешь, он на области остается, и на этой области, на которую ты кинул, он будет давать периодический урон. Шаровая молния дает прокаст по области, но если ты один раз ее нажал, если ты два раза ее нажал, то она плавно перемещается. То есть она и так, это плавный скилл, я его кинул, она двигается. Если она дошла, и ты только один раз на нее нажал, она дала урон и все. То есть это как огненный шар будет. Огненный шар кинул, он урон дал моментальный. Шаровую молнию кинул, шаруальная молния дала урон моментальный. Если ты дважды нажал на шаровую молнию, она летит, останавливается у цели, и на той точке, где она остановилась, она будет давать периодический урон. Точно так же, как и сюрикен. Вот, поэтому, если можешь там протестить, протестить. Да, да, я как раз показываю, как это все делается. Да, и шарикен остановится, да. Вот, и поэтому, как бы, я особого смысла в шаровой молнии не вижу. Ее, конечно же, можно прокачать. Я, как бы, просто для себя понял, что твой ДПС растет от четырех скиллов, все основные скиллы как бы дают тебе как бы прирост к настройке, который дает тебе возможность кидать прокасты. Шаровая молния, она дает урон, но тебе нужно где-то иметь 60 глифов. И при имении 60 глифов, не факт то, что ты должен прокачивать шаровую молнию. На 79 уровне тебе нужно будет другими глифами заниматься. Опять-таки, увеличением настройки, уменьшением КД, увеличением ярости и так далее. То есть, просто банально, наверное, не будет хватать тебе на шаровую молнию. Шаровая молния, ну, она дает прокаст и дает довольно-таки неплохой урон, но не факт то, что этот урон стоит того, чтобы менять там свои глифы на шаровую молнию. То есть, я вот говорю, глифов не хватает. Глифов, 45 глифов не хватает. На 79 уровне дополнительные скиллы ПАЭКС, они тоже будут требовать глифов. Если там 80 глифов будет, то, конечно же, 85 глифов будет, то, конечно же, шаровую молнию можно будет прокачивать, это естественно. То есть, это, конечно же, естественно, шаровую молнию нужно будет прокачивать. Но основной упор падает именно на 4 скилла, о которой я говорил. Ясно. Так, ну, понятно, в принципе, я даже сам, кажется, что научился магам немножко играть. Так, ну, давай последнее ПВП. В ПВП как-то раскидывай, чтобы вот основной упор идет, давай на ледяное ПВП. Потому что огненное все-таки не так часто, мне кажется, бывает, а вот ледяное почаще. Или я могу, или я ошибаюсь? Ну, ледяное... Ледяное я для себя как бы ледяное именно выделил. Потому что в массу ПВП для... Я рейдом бегаю, то есть я бегаю в основном рейдом. И когда ты бегаешь рейдом и играешь против рейда, то там контроль по области на 20 людей, он как бы лучше, чем просто прокаст по области на 20 людей. Законтролить людей гораздо лучше, чем дать прокаст туда. То есть если люди не могут двигаться, то их просто убьют в этот момент. Если они не двигаются, их убивают. Если ты контролишь, ты просто даешь очень много пользы. И все. Ты можешь дать прокаст, но ты не будешь давать той пользы, которую ты можешь дать при ледяной стойке и контроле толпы. То же самое там в арене 3х3. Ледяная стойка при имении у себя в команде какого-нибудь хила и ганнера. Ганнер будет просто убивать, а хил будет хилить. А ты в этот момент просто будешь расконтроливать других людей, не подпуская их к хилу и к ганнеру. И ледяная стойка подходит в этом случае идеально. Огненная стойка в таких случаях вообще никак не подходит. Ты просто будешь давать возможность другим людям и хилить, и контролить, и подходить к хилу, и подходить к ганнеру. Ну, это примерное. То есть там, собственно, классы могут меняться, но суть остается той же. И как раскачаны мои скиллы? Так, в общем, самый интересный скилл, который есть, в принципе, у мага... Так, я его сейчас найду. В общем, у мага, опять-таки, нижняя строчка, вся нижняя строчка во всех скиллах, это лед и это пвп глифы. И верхняя строчка, самая верхняя строчка, это огненные глифы. Вот, вообще, в принципе, если говорить про это, у мага, к примеру, в том же самом гневе стихий, четыре строчки. Первая строчка — это огненная стойка. Вторая строчка — это на молнию направленность. Третья строчка — это на стройку. Четвертая строчка — это налет. И я прокачиваю, в принципе, то же самое, что и в ПВЕ, только просто нижние строчки раскачиваю. В гневе стихий нижнюю строчку раскачиваю, потому что, опять-таки, вот гнев стихий, ты снижаешь скорость восстановления манёвра на 90%. Это нереально. Ты, во-первых, контролишь, во-вторых, у человека просто не хватает манёвра. Как это называется? Шифтов. Шифтов, да. Потом прокачиваю выбор стихий, нижнюю строчку. Она даёт тебе деф, четвёртая строчка, первый скилл даёт тебе деф, четвёртая строчка, второй скилл даёт тебе сокращение процентажа, сокращение кд. Вот, и потом качаю ледяную глыбу, опять-таки, нижняя строчка, просто потому что, опять-таки, ты можешь законтролить и законтролить на длительное количество времени. То есть, опять-таки, во-первых, ты, во-первых, дальность, то есть, в том же самом, на той же самой там арене, на той же самой БГшке, на осаде, дальность для мага решает. То есть, ну, я тебе примерно скажу, какая дальность у мага. У мага 25 метров, у ганнера 30 метров. И ганнер просто может кайтить мага, хоть они и 2 РДД, а ганнер может кайтить мага. Маг просто не сможет подойти и законтролить его. У мага маленькая рейнджа, и с этой рейнджой нужно что-то делать. И вот такие вот скиллы, которые там на дальность дают, особенно если ты там пытаешься контролить, то скилл, который даёт тебе дальность, он реально тебе потом будет помогать и решать. Тем более ледяной сапожек, он тебе на область потом, если раскачать, будет давать на область этот контроль. Выбор стихий, сапожек, гнев стихий, нижние строчки. Потом меч, то же самое, нижняя строчка. Точно так же. Во-первых, она даёт противнику дебаф. В этом области, во-первых, даётся стан. Станом на противника в области кидаются дебафы. Во-первых, он не может двигаться адекватно. У него снижается скорость движения. Потом снижается скорость прибавки ярости. Точно так же. То есть он не сможет дать тебе проказ. Ты кидаешь на него, он, во-первых, оттуда выйти не сможет, только если будет шифтовать. Но в идеале ты как бы кидаешь сначала контроль, гнев стихий. Потом кидаешь, после того, как он сходит, кидаешь на него оружие разума. Он не сможет увернуться, потому что у него от гнева стихии шифты заложены. И оружие разума ещё и не даёт ему двигаться. К примеру, на тех же самых милищников, на того же самого танка. Раз контроль идёт просто жуткий. Ты даёшь сначала ему стан, потом кидаешь ещё помимо этого стана гнев стихий. Он стоит в контроле. От него отходишь, он выходит из контроля, кидаешь сапожек. Потом второй раз кидаешь сапожек, продолжаешь его контролить. Если он к тебе подошёл, ты отпрыгиваешь, и дальше начинаешь контролить. В принципе, всё. То есть четыре скила, которые надо прокачивать. Сапожек, выбор стихий, гнев стихий и оружие разума. Ну, в принципе, есть спорные моменты в плане озарения. Нижняя строчка. Она дополнительно деф даёт. И есть у меня определённые сомнения по поводу скачка. То есть его, в принципе, не надо вообще качать. Потому что, ну, смешные цифры. Настолько смешные цифры даётся. Он даёт тебе на три секунды антиконтроль. И на три секунды повышает твою защиту. Я не знаю, с какой целью это было сделано, но это бред. Потому что, когда маг отпрыгивает, он как бы три секунды эти будет потом разворачиваться, ещё и думать. Ну, такая себе система, которую, в принципе, прокачивать не надо. В плане ледяных оков. Вот тут можно прокачать и нижнюю строчку, и верхнюю строчку. С верхней строчкой при прокачанной верхней строчке. Ты... Извини, ледяная окова это что? Ледяная статуя. Ледяная статуя. Я ошибся, ошибся. Ледяная статуя. Вот при раскачанной ледяной статуе, то есть ледяная статуя выводит тебя из антиконтроля, не даёт по тебе урон. Ты в неё входишь, и ты в ней стоишь, и урон не получаешь. Когда на тебя прыгает какой-нибудь милишник, когда тебя роняет какой-нибудь ганр, ты кидаешь ледяную статую. Или когда тот же самый рыцарь прожимает сердце, к тебе бежит с глазами, орбитами и пытается тебя убить за это сердце, ты пытаешься ледяную статую прожимать. И верхняя строчка даёт тебе очень интересную способность. Ты можешь на неё дважды нажать, и ты можешь выходить из ледяной статуи. Главная проблема ледяной статуи — это количество времени, в котором ты в ней стоишь. Ты в ней стоишь около 6 секунд. Ну, лично вот у меня это 6 или 7 секунд. Я стою и ничего сделать не могу. Любой милишник, который будет на меня бежать, он к этому моменту просто меня убьёт. Там рыцарь, если кину на меня стан, то есть у него дальний стан, который по области, он даёт стан, я как бы в статую встаю. И в любом случае он ко мне подойдёт и дождётся момента, когда он сможет меня опять уронить. А в таком случае, если ты прокачал верхнюю строчку, ты можешь выходить из этой статуи, доджить какие-нибудь скиллы, доджить какие-нибудь станы, доджить какие-нибудь станы от ганнера и так далее. То есть ты его можешь кинуть, доджить стан, выйти из стана и дальше уже пытаться кидать прокасты. Поэтому вот ориентировочно на ледяной статуе можно останавливаться и действительно думать, потому что скилл довольно-таки неплохой. И в какой-нибудь, к примеру, арене 3 на 3 прокачка статуи тоже довольно-таки неплохая, потому что, ну, откровенно говоря, при равных ситуациях тебе, если у тебя нету хила, нижняя строчка в ледяной статуе тебе будет давать реальный паф, просто потому что нижняя строчка второй скилл тебя отхиливает. То есть там 3%, каждые 2 секунды восстанавливает 3%, а ты стоишь там 6 секунд. И это как бы уже 10%, ну, 10, неважно, 10% от твоего хп. У меня, к примеру, 24 тысячи, да, и я 2 500 отхиливать буду. То есть это уже неплохо. А 2 500 это как бы тоже, то есть если у тебя, это для мага это прилично. Вот, ну, в плане вот пвп. То есть сапожек, гнев стихий, выбор стихий и оружие разума. Это основные для контроля. Ну, есть такой скилл обледенения, но я вообще не считаю, что это какой-то нужный must-have скилл. Я просто не считаю, потому что он на ближней дистанции. А на ближней дистанции что вообще происходит? У гладиатора, у рыцаря, у рыцаря урон наносится дальний, по сути. То есть он как бы милищник, но все скиллы у него по области и области тоже дальние. То есть у него каст можно считать, что где-то 5-6 метров у рыцаря. У танка, ну, не 5-6, там где-то 4 метра, вот такой вот каст. Ну, не 4 метра. То есть у него где-то 2 метра, 3 метра, но у него есть. То есть это подсечка. Потом что у него? Ну, абсолютно все скиллы у него ближние. И на ближней дистанции как бы вот кидать это обледенение, оно не нужно. Тебе в любом случае от них нужно будет уходить. А там тот же самый сапожек кинуть более важно будет. То есть ты от него отошел, он на тебя напрыгнул. Дал обледенение, но от него смысла не будет, потому что он тебя стоит контролить. Если ты от него не отпрыгнешь, к тому моменту, когда ты от него отпрыгнешь, человек уже выйдет из этого обледенения. По сути, будет происходить вот таким образом. Он на тебя прыгает, ты кидаешь обледенение. Он стоит, он все равно тебя бьет. Ты выйти из контроля не можешь. Да, он стоит, он замороженный. Но куда проще. Вот ты точно так же будешь выходить из этого контроля, отпрыгивая назад. Я не понимаю, что лучше какую-нибудь статую. Ну да, если бы была неудержимость, то есть бафф вешался, антиконтроль какой-то там при использовании или еще что-то, то было бы полезно с кем, поскольку атаковать могут. Ну ладно, давай последний вопрос я вообще задам. И будем уже закругляться, какие приоритеты по экипировке. Если, например, у тебя в дальнейшем, вот представь, ты там 79 уровень, что ты будешь из экипировки брать? PvP или PvE? Или крафт или экзо только будешь все делать? Ну, тут же такая система в этой игре, что задонатил на крафт, выролил статы и как бы и для PvP и для PvE подходит. Ну, давай не будем брать там донат. Вот есть, допустим, у нас PvP и PvE экипировка за экзо и, соответственно, за ранку. Ну, я просто рассказал минус этой игры. Ну, блин, минусов здесь много, их можно перечислять еще дольше, чем мы говорим. В общем, ну, в плане экипировки, ну, я буду брать торс 79, ну, 70+. Это какой? PvP, PvE, экзо? Синтез, который. Синтез, окей. Потом на бедреннике лучше всего скрафтить. Либо PvP, либо вот, либо крафт, либо PvP, потому что на бедреннике дают, ну, не те статы, которые нужны для мага. Они дают силу духа, синтез, я имею в виду, силу духа, максимальную силу заклинания и силу ярости. Они, ну, никак не будут решать. То есть нужно крафтить, нужно брать PvP. Вот два выбора. Руки, точно такая же система, нужно крафтить. Я не помню, какие там PvP именно, но я уверен, что руки нужно крафтить. Потом ноги я оставляю, ноги я буду делать синтез. Статы интеллект, хп и крит удар, они, ну, как я уже говорил, они нужны. Ну, крит удары в обязательном порядке. Вот. Потом в плане пухи основной, не оффхенда, а основной. Дает тоже очень хорошие статы, и игнорирование, и интеллект, и силы заклинания дает. Но просто есть такая ситуация, в которой крафт может выролиться лучше. Вот тебе может выролиться крит удар, игнорирование, и максимальная сила заклинания. И в таком случае это будет лучше. В идеале, конечно же, брать пуху основную крафтчину. Второй вариант это синтез. Потом оффхенд обязательно в порядке крафт. Синтез просто действительно ужасный для мага. Синтез, дополнительная пуха, это просто ужас. Тихий ужас для мага. А вот здесь пвп, я смотрю, оффхенд для мага, тут урон при сражении в пвп, постоянный эффект плюс 5%. Кроме еще того, что добавляется, плюс 64, плюс 64, атака и защита. А вот. Критический удар и сила ярости. Это пвп за 100 тысяч ресурсов. Ну, а вот смотри, к примеру, у меня на 66-й при каждом использовании умения может использоваться эффект сила пламени, который повышает силу заклинания и исцеление на 10%, на 10 секунд. Это в крафте, понимаешь? То есть крафт дает то, что, ну, вот этот именно пассивку, которую он дает, он будет давать лучше. То есть она тебе будет давать баф силы заклинания. А то, что ты сказал, оно дает тебе баф в пвп. Ну, в пве и в пвп силы, ну, вот в пвп там цифры будут одинаковые. Вот то, что ты сказал, это цифры будут одинаковые по факту. Вот по факту это будут одинаковые цифры. Но в пве ты не сможешь наносить тот же урон с той пухой, какой ты сможешь наносить урон с крафчиной пухой и с таким статом. Потом серьги машинариум, конечно же. Для пве. Для пвп, естественно, это, спарка. Парка. Да. Ожерелка. Ожерелка. Синтез, естественно. Синтез, да. И кольца. Кольца, в общем, такая система с кольцами. Они, несколько вариантов, два варианта для мага. Колец и за синтез. И я, к примеру, так как я, так как тут нету пока пвп контента, я беру выносливость, крит удар и силу заклинания. Если бы здесь был развит пвп контент, я бы брал бы кольца с игнорированием сопротивления. Если говорить в идеале, то нужно будет брать крафт с такими статами. Крит удар, максимальная сила заклинания и игнорирование сопротивления. То есть, в идеале, именно такие статы крафтные нужно. То есть, вообще, в принципе, идеально это крафтить и крафтить, получать статы, игнорирование, крит удар и максимальная сила заклинания. Во всех шмотках, да? Во всех шмотках. Окей. Ну, ладно. В принципе, неплохо. Ну, некоторые моменты, на самом деле, даже для себя прояснило. Я хоть немножко играл классом, поэтому как-то понятнее стало. Ну, возможно, другим игрокам тоже, надеюсь, что станет понятнее. И, может быть, какие-то для себя выводы сделают. Кстати, по поводу ульты, может быть, я не знаю, вот, как сказать, что там в ульте прокачивать и так далее. Ну, давай так. Скажи, какие ты ульты используешь и все. Основные ульты, я думаю, это я даже сам могу сказать, это, наверное, Шакрам, это Виер Клинков, Силовые Вихри и Воронка. Нет, нет, нет. Силовые Вихри можно выкинуть. Они, прикол Силовых Вихрей в том, что он дает тебе прокаст. Ну, прокаст, который занимает у тебя 4 секунды где-то так. Урон, который ты даешь за это время, он не такой, какой ты мог бы дать за 4 секунды, какой ты даешь прокаст просто скиллов. То есть это просто банально забирает у тебя время. Прокаст с других скиллов, вот с обычных, дает тебе куда больше урона, чем дает тебе Силовые Вихри. А Силовые Вихри тебе просто сжирают твое время. Его можно прокачивать просто для того, чтобы у тебя мощь там накапывала и все. Это если выкидываем его. Да, и вот. Остаются 3 пока, да? Остаются 3, шакрам, веер и воронка. И я пришел к такому выдаводу, что воронку вообще нужно прокачивать в урон и время восстановления. Вот, в два этих. И если масса ПВП, то можно вообще выкидывать в игнорирование сопротивления, снижение сопротивления. То есть в каком-нибудь массе ПВП, типа осады, это реально может помочь. То есть вот представь, там засосало 5 людей просто и снизило их сопротивление на 50%. То есть это сразу же минус 5. Сразу же просто. Вот, и еще у меня есть теория о том, что можно прокачать стихийное бедствие на расход ярости, и ты сможешь его кидать по откату, точно так же, как ты скидаешь сюрикен. Но я пока что не проверил, потому что на 19% тебе надо уже 35 печатей, на 26 тебе надо 80 печатей, а на 33 тебе нужно будет 200 печатей. А одна печать, тебе две печати даются в неделю без доната. Если ты будешь деньги скидывать на эти печати, то, короче, это теория, я как-нибудь ее проверю. Когда-нибудь на ПТ-сервере можно будет сделать. И вот, еще такой момент. Я прокачал сюрикен на расход ярости, но я думаю, я буду его вообще вкидывать на время восстановления. То есть у меня урон замакшенный на 25%, и я думаю, я его буду вообще кидать на время восстановления. Потому что сюрикен кдшится, мне не нравится, как сюрикен кдшится. Я считаю, что я могу сделать более большую прибавку к урону, если я буду кидать его на снижение время восстановления. То есть с кд. У мага кд большие, чем меньше кд, тем больше раз ты кидаешь. И поэтому как бы больше урона. То есть больше возможности кинуть скил, больше урона. Банально и просто. Ну да, здесь маги такие, которые кастуют много-много-много скиллов. У них, конечно, урон тоже большой, но в первую очередь это от чистоты зависит. Потому что в некоторых играх маги, которые вот бьют один раз сильно и все, и ждут потом своего отката. Здесь немножко это более динамично, более так по-слэшерски, где много-много скиллов. Вот. Ну ладно, ну я думаю, теперь-то уж точно все. Да, все. Вот. Уже, как бы, конечно, можно рассказывать, на самом деле, про каждый класс очень долго. Брать каждый скилл, пытаться его с разных сторон рассмотреть. Но это могут сделать, возможно, когда-нибудь мне напишут и другие. И можно с ними уже будет разобрать что-то поподробнее. Ну, Антон, спасибо, в общем, что изъявил желание пообщаться со мной, рассказать про мага. Очень познавательно было. И напоминаю, что... Так, сейчас я вспомню сам. Так. Это было с сервера Крайтос, Антакин... Как правильно? Антакин? Антакин. 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 Антакин ник. Так что Крайтос, как я уже сказал, лидирует 2.0 по гайдам, по желающим рассказать. Ну и, как я говорил, эти гайды направлены на то, чтобы новички могли услышать про своего персонажа от опытных игроков. Ну, а опытные игроки, может быть, сделали замечание, сказали, здесь неправильно, здесь работает так, чтобы у друг друга учили, чтобы развивалась игра. Здесь я прощаюсь. Не забывайте писать мне в ВКонтакте. Если появились желающие, кто хочет сделать совместное видео, я буду стараться его сделать в более интересном формате, работаю над этим. Ну, в общем, всем пока.